Сегодня 1 ноября, выдался у нас хороший денек. Растаял снег, погода хорошая, дождя нет. Но решила я сегодня весь сад обработать железным купоросом. Вот сейчас я его буду разводить, пока что все приготовила здесь. Сейчас все это покажу. Я всегда обрабатываю 3% железным купоросом. Для этого нужно будет 10 литров воды и 300 грамм железного купороса. У меня по 200 грамм. Значит, я сделаю один половинка пакета, другой целый. Естественно, нужно перчатки, маску защитную. Это когда мы будем уже обрабатывать. Сейчас я его только разведу. Отставим большое ведро, разводим в более меньшей емкости. Ножнички мои. Так, один будет целый пакет, 200 грамм. Даже не вылазит. А, там же еще пакетик. Все упаковывает на совесть. Так. Вот он, целый пакетик, 200 грамм высыпает. И другого половинку. Все, я потом уберу. Хотела сегодня убраться. Кругом листва. Первый день такой хороший, что можно все привести в порядок. Но, думаю, лучше я сначала обработаю. Потом будет хуже. Как говорится, убрать можно и потом все. А этого я сделаю только половину. Советую-то 4 грамма делать. Вернее, 4-х процентов. Но я делаю трех. Этого достаточно для моего сада. Кто-то вообще не обрабатывает. Так. Все это надо хорошо, тщательно перемешать. Вот там эта жидкость. Все это размешиваем. Вот все я размешала. Вот таким он светом становится зелененьким. И смешиваем эти печи. До общего объема доводим. До 10 литров. Все, 10 литров. Снова все размешать как следует тщательно. И уже вот этим. Это 3-х процентный получился. 300 грамм на 10 литров воды. Обрабатываем все. Я буду обрабатывать все. И розы, и виноград, груши, все яблони. Все, все, все. Начну обрабатывать я розы. И делается это вот так. Все полностью обрабатываем. Все и по листве. Все, 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 все. Полностью обрабатываем. Листь даже свернется. Потом может отвалиться. Зато никаких грибков и заболеваний уже ничего не будет. Там розочки. Все это обрабатывается. И землю тоже так же. Обрабатываем обязательно землю вокруг. Ну вот такой какой-то смысл. Вы, наверное, понимаете, что это нужно сделать. И хотя бы надо, чтобы часа два-три, наверное, хотя бы, чтобы не было дождя. Виноград тоже так же. Все обрабатываем. Саму лозу. Все, все, все. Полностью вокруг. По земле тоже. Переходим дальше. Здесь у меня виноград. Точно так же все. Это клубника попала под обработку. Зато ничего. Потом болеть не будет. Уже будут профобработки. Но это уже легче. Кто-то, может, уже отказался от железного купороса. Но я обрабатываю. Мне хорошо все помогает. Даже сейчас я сделаю клубнику. Тоже так же пробегусь. Заливать не буду. Я просто пробегусь. По клубнике. Надо было, говорит, раньше это бы сделать. Но когда? У нас же погода непредсказуемая. Так, вот так клубничку прошлось. А то сейчас ягоды даже убирала. Они все, ну, заплесневели, конечно, пропали. Но с них вся дрянь летела. Поэтому все чистенько. Все, теперь виноград. Точно так же я обработаю сейчас виноград. И потом можно будет его укрывать, когда наступят морозы. И голубику мы тоже обрабатываем железным купоросом. Даже если на ней есть лист. Потому что голубик тоже болеет. Разные болячки у нее бывают. Яблони маленькие я уже обработала. Не сказала я. Нельзя обрабатывать хвойные железным купоросом. Трехпроцентным. Сказали, что одним можно процентным, а трех нет. Так, эту обработала. Переходим к следующей. Ну вот, теперь все будет здоровое и хорошее. Главное, погода хорошая. Немножко, конечно, ветрено. Но выбирать не приходится. Вот так все. Обработали мы каждую веточку. Так, и вот здесь у меня еще красуточка одна есть. Точно так же все обработало. Обрабатываем. Чтобы не было никаких болячек. Гортензии. Все, все, что есть в саду. Все, что хвойное. Все, что дает урожай. Все мы обрабатываем. Не заливаем. Обрабатываем. Ну, в общем, вы все поняли. Пошла я дальше заниматься садом.